всем привет очередной обзор на нож у меня в руках очередная легенда ножевого мира нож уже не существует фирмы master of defense attack mark 5 то есть как говорит интернет это самый дорогой боевой нож находящийся находившийся на вооружении в спецвойсках врать не буду как что прочитал то и расскажу нож оснащен как вы все знаете моей системы оценки не буду повторяться кто найдет на сайте knavisukos.ru ком то есть knavisukos.com там все подробно расписано буду рассказывать и говорить данный нож идет в кайдекс ных ножнах система это клок плюс к нему идет вот такая и на жесткого подвеса то есть она меняется прикручивается куча болтов там сверху на шлюпка такая резиновая которая держит нож то есть от выпадания но это не буду убирать пусть она лежит приступим к изучению очень жесткая клапан очень жесткий свободно отстегивается большим пальцем чуть даем и достаем настоящий легендарный живой мелкой я говорю нож mark старший mark 5 есть еще младший mark 5 stinger ну вот этот вот он мы имеем вот этот берем руку плотным хватом нож идеально ложится в руку длины рукояти хватает даже для моей не маленькой руки видите очень четко цепка и хватка держит руке можно использовать и как ударный механизм так для фехтовального хвата предусмотрена тот упор но уже не хватает длины рукояти можно так захватить можно так но это уже чисто так экстремальная экспериментальная так для устрашения сам оптимально вот вот таким хватом сказать на палец упирается в упор здесь упирается большим пальцем обратный хват как говорится чтобы завершить начатое очень ватка рукоять данный критерий удобства я оценил на 8 баллов не понравилось а что мне понравилось практически мне все понравилось единственное что с фехтовальным хватом как-то сама система после этого ножа что-то от пластилина колец не позволяет более удобно и пластиковые ножны не кайдекс пластик так вот позволяет носить в различных вариантов пока будет восемь хотя принцип близко девяти следующий критерий это практичность до данный нож как едиси это точно не подходит но если только он не является если его если его не является предметом национального костюма если это является предметом национального костюма то вы можете носить его хоть каждый день для домашнего хозяйства он тоже мало пригоден потому что сами понимаете сделать нарезку и такой толщине обуха клинка и такой высокой этих ну не знаю нарезать конечно можно но непрактично как выездной ножек да конечно оригинально мощно удивите всех охотников туристов рыбаков но в том что не практично хотя нож имеет обоиды острова заточку там край фальш лезвия сериатор ну ну не знаю но это конечно это коллекционная направленность данные ножи уже не выпускается с каждым годом все дорожает и дорожает но этот нож маленький имеет несколько косяков которые конечно ну влияет на коллекционную ценность но все остальном в принципе в очень в очень хорошем состоянии все это я сначала предварительно поставил здесь конечно 8 баллов я думаю что от силы тот ну да пока я по домашнему может справиться по этому может справиться по удару по самообороне ну да принципе весь он будет вас под рукой и вы его достанете то я думаю вы себя защитите то есть грубо говоря 6 баллов по заточки следующей категории это затот но данный нож уже пришел не с родной за . его предыдущий хозяин подправлял причем принципе подправлял очень аккуратно мы сейчас проверим как это врежет принципе больше рвет про пресс продавлено конечно разговоров нет обратной стороны в принципе провожу скользит волос не броет естественно этот тест тоже за . практически близко к нулю что-то я на радостях предварительно поставил 5 но думаю где-то баха 2 стойкость стали стали а2 никогда не пользовался никогда не применял нигде в деле но если учесть что будет покрытие пока поставить стать стандартно 5 баллов там время покажет по поводу оригинальности оригинальности естественно нож харизматично привлекающее внимание не оставляет равнодушным никого это мечта многих нажиманов и ножеделов вот эти вот говорится рожки очень проблематично сделать у меня есть на под на заказе ими делают ребята очень хорошие копию такого просто в свое время не смог достать подлинника заказал себе копию уже почти прошло полтора года мне до сих пор еще не могли не могут его сделать все проблемы вот в этих рожках название это дело не об этом по поводу соотношения цены и качества здесь все зависит от сохранности но так как нужно на имеет косяки но грубо говоря все по ценам за бугорным то он в пределах порядка 300 долларов 300 350 ну сами понимаете наши с вами республики россия этот нож будет стоять минимум в два раза а то и больше все зависит от сохранности я купил достаточно удачно можно сказать через хороших знакомых поэтому оцениваю этот 10 баллов качество изготовления ну очень мощно очень надежно если учесть все это ножи уже наверное лет так 10 наверное из покрытия и если он правился значит он работался покрытие в принципе достаточно стойкая ножны крепкие универсальные то я тоже поставил 10 баллов предварительно набрал на 56 баллов из 70 возможных это сорок восьмое место и 161 фикси да но если убрать заточку практичность то этого еще порядков минус пяти баллов то он упадет на низ ну мой рейтинг он нисколько не умаляет качество ножа просто это чисто такой он более практичный то есть я стараюсь оценить нож со всех со всех его ракурс да то есть он может быть оригинальный но быть не практичный или может быть простой дешевый но очень острый изучи удобный соответственно что позволяет ему в итоге в рейтинге тоже подняться высоко так что вот такая легенда живая всем спасибо читайте смотрите заходите на мой сайт оставляйте комментарии